Если бы люди притормаживали свой ум, то не только голова у них была бы свежей, но и божественная благодать легком, а была бы к ним приблизиться. Знание без просвещения является катастрофой. Человек просвещается от Бога, духовно работая над собой. О молчании ума он говорит, так же, как и Серафим Саровский. Молчащий ум – молитвенный ум. Так что умолкнуть ум ваш должен. Только тогда божественная благодать вас осенит по-настоящему, когда болтовня в уме. Ну кто вы? Вы никто. Вот тот самый жёлтый прах, который гонит осенний ветер. Ясно? Пока ум не замолчит, вы покойники. Ясно? Всё, ум должен замолчать. Враг номер один, враг номер два – наш ум. Он беспокойный, вечно трахтящий. До тех пор, пока он не утихнет, ни о какой божественной благодати, ни о какой духовной работе речи быть не может. Плюс ещё эмоциональное беспокойство. Здесь утихомерьте эмоциональную сферу. И тогда вы победите. Вот других методов нету. Представляете, как всё упрощается. Вот до совершенно невозможности всё просто оказывается. Учитесь любое свободное время молчать. И в ситуациях, так сказать, социальных контактов сохраняйте эмоциональную ровность. Сохраняйте ровность эмоционально. Всё. Вот весь секрет духовной работы. И вспоминайте о Боге, естественно. Или Он вам сам напомнит потоком. Молчание ума обязательно что-то у вас высветится. Ясно? Вот никаких секретов нет сегодня. Вообще всё элементарно просто оказывается. Никаких трудоёмких методов. Представляете? А я так и работал в этом направлении. Я сейчас понимаю, я так и делал. Я вот так и делал, оказывается, не знаю ничего. И нагородил вам столько всего. Вот там это, то, то, то. Вот сейчас я говорю, собираюсь брошюрку написать. Главное о самом главном. Небольшое. И всё. Остальное выкиньте и забудьте. Ясно? Вот хотелось бы упростить всё вот, ну... До прожиточного минимума. Духовного. Понятно? Максимум не дам, он сам придёт. Но по минимуму могу вам дать. Понятно? Я сейчас понимаю, я так и шёл. Ум успокаивал, и ровность эмоциональная. В смирении меня били, а оскорбляли. Вроде как оскорбляли. Егод всегда как-то оскорбительным, кажется. Любое слово сказанное тебе не по шерсти. Да, ты вроде как оскорблён. Вот этим я и занимался. Особенно первые полгода. А дальше уже всё проще. Так что всё очень просто. В духовной работе вообще никаких сегодня секретов нет. Ладно. Утихомедтьюм. Для начала ум. Всё. Остальное придёт. И церковь сегодня лихорадит. Потому что нет божественного просвещения. Что и нет божественного просвещения? Не стяжают представители церкви Духа Святого Божия. А потому и нет божественного просвещения. И каждый судит и рядит, говорит Паисий. Как ему вздумается. А после подмешивается. И человеческий фактор. Возникают страсти. А здесь уже дьяволу есть где развернуться. Поэтому и не должны стремиться к власти те, кто находится под властью собственных эгоистических страстей. Так вот эти, да, вот это политое действительно сердечной болью слова человека, полностью пребывающего в Господе и наблюдающего изнутри недуги организации, которая называет себя Церковью Христовой. Он наблюдает это изнутри. Церковная организация лихорадит. Лихорадит очень давно, и причина кроется в недрах самой Церкви. Вместо широкого распространения узкого пути постижения истины среди прихожан, вместо тонкого раскрытия мастерства стяжания Духа Святого, вместо терпеливого разъяснения прихожанам особенностей каждодневной кропотливной духовной работы, Церковь предлагает верующим свято блюсти традиции и неукоснительно исполнять церковные ритуалы. Всё! Вот что предлагает Церковь. А это, без правильного духовного дела, ничто иное, как открытие широких врат, ведущих в погибель. Об этом Спаситель говорил. Вот этим занимается Церковь официальная. В результате вместо сеяния доброго сей имени высевают пустоцветы духовные, нету плодов. И сегодня все религии, вот все религии, едины в одном – в духовном бесплодии. Все абсолютно. Они в этом едины. Ритуальная сторона соблюдается неукоснительно, до мелочи, советуют соблюдать, ругают за это, грехом это называют. Ещё-то там не соблюдаешь. Но, увы, плодоношения нет. Вот самой малости нету духовного плодоношения. Главная причина бесплодности сегодняшней Церкви состоит в том, что духовные пастыри не владеют секретами духовного мастерства, не несут в сердце своим заряд максимализма в части реализации евангельских заповедей. И вместо того, чтобы быть живыми примерами искреннего следования по пути постижения Господа, заражать вибрациями света и истины своих прихожан, они в большинстве своём – нудные, равнодушные проповедники мёртвой буквы. Холодными устами говорят прописные истины, не снабжая их никак вибрациями духа. Правильные слова-то, но они холодные, мёртвые. Если они духом не осенены изнутри. Ещё церковные пастыри, не стяжающие божественной благодати от таковых, подавляющие большинство, не стяжающий дух святого Божия в гордыне своей, неизбежно обуреваемый страстями и открываемый, или подвержены дьявольским искушениям, особенно опасно, говорит Паисий, когда такие люди становятся у руля церковной организации, патриархи, митрополиты. А это видно сразу. Правильные слова, говорит, уж очень правильно, но мир сегодня оглох от правильных слов, оглох, их много правильных слов. Те же самые слова, как говорил Чадаев Пётр Яковлевич, сказанные мёртвыми устами, правильные слова, они, увы, мёртвые, сказанные людьми с холодным сердцем. А слова-то правильные, а толку от них – ноль. И то же самое сказанное человеку, который несёт в себе духовный заряд, истинный, так сказать, духовные вибрации, они способны оказать трансформирующее действие на того, кто им внимает. Познание, только лишь себя самого, стоит больше, чем все знания мира. Человека, который смиренно познаёт себя, признают и другие. Вот самое большое незнание современности, я не устаю повторять, это незнание человека, непонимание им подлинного смысла собственного существования. Столько всяких наук о человеке изобретено, о человеке, но всё вокруг да около. Человек сам по себе, как человек в процессе духовной эволюции, никем никогда не рассматривается. То есть все науки рядом, близко, физиология, анатомия, психология, генетика, и чёртки что, сейчас много всяких частных наук, но где человек целостный, где человек в эволюционном процессе, где он? Нету. Он размазан и рассеян. Масса всяких знаний о человеке. Но человека целостного нету. Вот мы сегодня пытаемся как-то худо-бедно вот об этом говорить. Не знаю, как получается, но об этом надо говорить. Познание только самого себя действительно стоит больше, чем все знания мира. То есть надо познать себя, надо познать своё место в этой жизни, цель и смысл собственного существования, и многое из того, что действительно способно вам помочь в духовной реализации. Именно ради этого-то мы здесь, на этой земле-то и появились. И не только себя познать, но познав себя и заразить окружающих, в конечном счёте окружающих людей, духом божественного познания истины, и, как сказал преподобный Серафим Саровский, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Когда я жил в общежитенном монастыре, меня принуждали к свящерству и к великой схиме, но задача в том, чтобы стать монахом внутри, меня заботило как раз это, и ничто другое меня не занимало. Так вот, статус Паисио Смол нисколько не занимала внешняя сторона монашества. Его, как и всякого искреннего, подчёркиваю, искреннего искателя истины, заботило совсем другое. Внутреннее делание, именно правильное внутреннее делание, должно лежать в основе духовных проповедей священства. В противном случае церковь, вместо руководства к действию, так и останется символом утраченного христианства. То есть церковь – это символ утраченного христианства. Пожалуйста, вот она. Которая олицетворяет собой мёртвые традиции, и более ничего, мёртвые традиции. Это символ утраченного христианства. Когда я начинал работу на пути, я действительно был, ну, по сути-то, если правильно определить, вот то состояние, в котором я находился, я был монахом в миру. Активно участвовал в жизни в мирской, да, но внутри я был монахом. Я свой мир тщательно оберегал, от внедрения извне, сохранял ровность, вырабатывал смирение. То есть внутренне всё время был настроен на божественную волну. Хотя внешне, ну, просто другим становился, да. Ну, меньше общения с людьми необязательного. Но это видно, как-то вот немножко всё стало сильно разницей, с момента, как я действительно стал внутренне сосредотачиваться. А так, ну, всё по жизни. Я никуда не убегал, ни от чего. Нормально. Всё было. Но стать действительно монахом внутри. Не обрезая себя от мирских связей, а ровно относясь, вырабатывая ровность и спокойствие в окружении разного рода мирских соблазнов и помех. Вот и всё. Это очень важно. То есть работать с помехами – это замечательная вещь. Помехи помогают установить внутреннюю ровность. Многие-то думают, надо вот отградиться, от всего сесть, вот заниматься духовной работой, в тишине, чтобы никто тебе не мешал. Это неверно. Как говоришь, Диурабин, ты умеете, умеете сохранять молчание внутренней на базаре, на рыночной площади. Понятно? Вот что нужно. В обыденной мирской жизни установить внутреннюю ровность. И тогда всё. Быстро, достаточно быстро, в плане духовной реализации будет являть себя. Быстро. А так вы уединитесь где-то, спрячетесь, это сам, мошенничать начинаете. Думаете, что устранив мирские контакты, вы установите и ровность внутренней? Нет. Ровность внутренней можно установить только в поле социальных контактов, колючих контактов. Вот только тогда вы быстро, достаточно установите ровность. Необходимая для полноценной духовной реализации.